Саргатская археологическая культура Одновременно Они оставили после себя около 400 памятников археологии То есть можно себе представить Нам казалось бы 16-20 тысяч человек Небольшая цифра Но на самом деле для того времени цифра очень хорошая Кроме торговли Саргатцы занимались главным образом Простое население занималось сельским хозяйством Скотовоством прежде всего Разводили лошадей Немножко крупнорогатого скота тоже разводили Население как обычно занималось охотой Рыбной ловлей В общем обычным комплексным хозяйством Торговлей и военным делом Занимались самые верхние общества Вообще общество саргатцев разделено было на три страты Первая верхняя прослойка Это были вожди Это были воины Вторая прослойка общества Это были свободные общинники Обычные люди И третья прослойка это были рабы У саргатцев было рабовладение Они активно продавали рабов Активно переправляли их в разные точки Евразии Что еще можно про них сказать После себя они оставили огромные курганы Которые достигают 30-40 метров в диаметре Высотой до 5-7 метров Их называют царские курганы Золотые или золотые курганы Они есть на всей территории Запада Сибири После себя они оставили городище Иногда очень большие На территории Омской области Есть два очень больших саргатских городища Это городище Карташова-3 И это городище Богдановское Два огромных городища В 2005 году на городище Карташова-3 Работала наша экспедиция Представьте себе Огромный высокий берег Картыша Метров 50 высотой И вот на этой круче На этой террасе Стоит огромный поселок Окруженный рвами Валами Когда-то на них стояли деревянные башни Внутри шла жизнь Дома были у саргатцев Да, надо сказать Саргатцы изобретатели многоквартирных домов Да Дело в том, что Они впервые додумались Соединить коридорами Постройки Отдельно стоящие постройки То есть они делали Как мы сейчас привыкли Заходим У нас зала большая Вот у них тоже было Большое строение Большой сарай Рядом ставился сарай Чуть поменьше Там располагались какие-то Комнаты Может быть спальня Может быть хозяйственная была постройка И в общем получался такой дом Соединенный с двумя-тремя другими домами Переходами По сути многоквартирный Современный дом Саргатцы были вот изобретателями этого явления Для чего это надо было? Что зимой холодно Уходить из одного строения в другое А так по коридорчику По теплому прошел И очень хорошо И очень удобно Ну, я немножко повеселил вас Так или иначе Жизнь у них была не очень веселая Обычная человеческая жизнь Но как и любая Не только человеческая жизнь Она рано или поздно заканчивается В пятом веке нашей эры Саргатцы испытали очень мощный удар Но удар не военный Дело в том, что далеко-далеко на востоке В монгольских степях В предмонгольских степях Хунны или гунны Как их потом стали называть Пришли в движение Дело в том, что эти степи постигла Великая засуха И кормить скот стало нечем Ну а когда у себя нечем кормить Ты идешь к соседу И вот они пошли к соседу Поскольку их было очень много Они сдвинули ушаткое равновесие Великой степи И потихоньку Этот поток Как снежный ком Накапливался И вовлек в свое движение На запад Огромное количество народов И вот эти войны Поскольку все они шли За лучшие доли Сминали племена Которые вставали у них на пути Все бились за водопои За пастбище для скота Ну в общем так или иначе Все потихоньку двигались на запад И они перерезали Торговые связи Которые соединяли Нашу территорию С южными территориями На юге Торговать стало не с кем И нечем И в общем-то Вот этот стержень Который держал саргатскую культуру Это пушная торговля Он исчез А когда исчезает стержень То все великие войны Начинают делить то, что осталось И рано или поздно Огромное военно-политическое образование Распалось от внутренних дрязг И междоусобиц Конечно Кто-то говорит о том Что гунны прошли по нашей территории И саргатцы Если так и было Вступили с ними в бой Поскольку культура Кончилась в 5 веке Можно сделать вывод о том Что гунны победили Саргатцев Но какая-то часть населения Ушла вместе с гуннами И точно доказано Что наши с вами саргатцы Стали пропотомками Великого венгерского народа В 60-е и 70-е годы На нашей территории Работали венгерские экспедиции Советские венгерские экспедиции Работали филологи Которые доказали Вот эту связь Между древними саргатцами Между населением Которое называлось саргатским И венграми Поэтому мы Не мы конечно с ними А наши земляки Связаны с венграми Родственными связями Редактор субтитров А.Семкин